всем привет дорогие друзья добро пожаловать на обзор финального раунда рвц 19 года для тех кто еще не разобрался рвц это почти как дфмвц только в рефлекс рейсе поэтому как бы турнир достаточно крупного калибра ну в общем то давайте посмотрим мы появляемся она такой платформе с которой мы кстати можем сойти с которым можем даже не сойти и уже за активировать старт но у меня так получалось крайне мере ну естественно никаких приджампов тут быть не может потому что как только вы отпрыгиваете у вас начинается таймер и если вы приземляетесь он у вас обнувляется если вы при этом делаете какой-то приджам то демка будет ваше не валидно в общем то что у нас дальше первое сразу что хочется сказать карта без текстур по сути вся карта в таких вот стандартных кубиках стандартных текстурках потому что я спрашивал почему рек сам маппер сказал что в общем он всегда маппит таких текстурках потому что ему не нравится текстурки рефлекс рейс вот и все в общем то здесь у нас сразу целая куча вариантов как можно поступить можно сделать здесь double jump пойти сюда в окно можно пойти по низу по туннельчику на здесь вряд ли кто-то будет вообще ходить внизу здесь еще что то есть есть какая-то рампа которая ведет наверх и здесь рампа которая ведет тоже в окно либо куда-то туда да можно прыгнуть здесь еще такое такой срез который говорит что прыгни сюда ты срежешь и вот это все из вариантов сразу очень много я их все прямо тестиком показывать не буду просто давайте сразу пробежимся по всем вариантам и посмотрим демки здесь у нас чем тут полку а здесь у нас значит с этой стороны вот мы вылетаем из окна там если что рампа подобное рампа подобный под здесь в дырочку мы можем упасть на эту рампу к примеру и куда-то там дальше пойти можем пойти сюда здесь счет рампа куда-то здесь сделать double jump куда-то там непонятно вообще ничего здесь еще какие-то пути то есть сразу маппер нам говорит что изи финального раунда не будет поэтому ищите ребята роуты а мне горит без разницы вот значит шоу нас тут ну тут на самом деле только на старте такая небольшая можно сказать неразбериха по роутам пойти наверно в спектаторе лучше так будет летать в эдитаре а значит по верху если мы идем мы можем сделать здесь double jump можем куда-нибудь туда залететь либо здесь пробежать сюда но лучше конечно залететь вот сюда залетаем сюда в общем-то ну тут очевидно кто может быть опытным более-менее глазом смотрит что по низу совсем не выгодно потому что там какие-то те петли петли повороты и так далее выгоднее конечно всего либо по верху либо по центру то есть по центру мы просто бежим даже через окно может быть до бежим прыгаем прыгаем здесь перетаем там либо сюда либо сюда и здесь уже просто вот так сворачиваем при том что здесь опять же вот эти рампы конечно их можно отскочить прыгая вот на эту на этот под но все равно здесь мы делаем больше более такой большой круг нежели по центру и хотел сказать в общем то мы идем идем здесь у нас первый чекпоинт и еще раз вилочки пошли здесь у нас рампа вот это вот это вот у нас рампа на которую мы можем упасть если мы сверху прыгаем и здесь у нас тоже варианты можем пойти сюда по дуге с этой рампы можем если мы вдруг по низу идем пойти вот сюда либо можем попрыгать каким-нибудь образом здесь по верху и повернуть сюда далее здесь уже начинается гораздо меньше дорожек потому что это уже центр карты здесь мы естественно набираем абсолютный максимум который возможен так быстрее добегу и здесь у нас очевидно что где-то на карте должен быть трипл джамп потому что это рефлекс но и здесь он как раз таки встречается я беспокоюсь чтобы запись шла вот здесь он встречается и в общем-то делаем трипл джамп залетаем либо наверх либо куда-то может быть на вот этот этаж каким-то образом на на 2 и здесь начинать идти либо вообще не залетать идти сюда либо залетать и идти сверху налево либо направо ну давайте мы сверху пойдем сюда посмотрим здесь у нас очень много всяких тоже вариаций там какая-то рампа стоит тут еще рампа какие-то тут все тут рампы две какие-то все что-то ну тыкано здесь скорости по идее очень много здесь около 1700 у псов то есть это немало и есть какая-то вот такая дырочка то есть как-то туда можно пролететь и как-то то пролететь интересно тут какие-то рампы и все везде рампы рампы но здесь уже как бы вариация минус по сути вот здесь значит тоже у нас как рампа здесь спадики можно и сделала джамп идет еще здесь такая типа дырочка а чё неужели пролететь можно да то есть первый раз смотришь и просто офигеваешь от того как много здесь всяких путей здесь у нас написано в рунку вы каким-то чё это почему в рук вы ну что я хотел еще прикольный момент здесь был я не знаю может кто из рефлексоров наблюдал или нет этот телепорт он куда-то в общем ведет типа вот сюда наверх по моему здесь есть вода вот это вот вода здесь короче в эту воду по моему или не в эту в какую-то из блин я сейчас наверно не найду уже тут короче по воде а вот наверно оттуда там почти со старта можно каким-нибудь образом нос сочисался каким-нибудь образом вот вот да вот это место условно говоря старт то есть вот перед первым чекпоинтом да вот это штука дрюка здесь телепорт находится достаточно низко по идее мы можем здесь каким-то образом проплыть здесь телепорта нету можно здесь проплыть здесь клип к сожалению хотя этот телепорт вот 4 телепорт кстати который и дает нас куда-то наверх мы сейчас посмотрим куда раскидать мы можем проплыть каким-нибудь образом я не за добраться на вот этой воды здесь проплыть в этой воде swimming map просто из этой воды выпрыгнуть на этот телепорт который нас телепорт нет вот сюда вот сразу то есть по идее такая среза была бы возможно но это все к сожалению очень медленно потому что но сами понимаете потому что пока ты плывешь ты уже всю карту пройдешь поэтому если бы там не было вот этого клипа который закрывал нам часть телепорта то вероятно это был бы было бы очень жестко срезов вот мы здесь мы просто можем делать там какой-то был жан залетать сюда и отсюда прыгать уже сразу на финиш здесь у нас даже несколько финишей стыб все мы это проходим и арту финишируем вот такая вот карта надеюсь пару там все более менее понятно но в любом случае сейчас мы посмотрим на демки и все прояснится у нас в гостях сегодня у грязиала дональд и найт и я был очень напуган тем чтобы они позвали на это потому что найт мог победить так дома лайф вот чувачок бежит по центру врачу только кнопка вперед тем не менее несмотря на то что он в основном кнопка вперед рулит у него хватает скорости чтобы там даже грубо говоря около топовой дорожкой пройти а по центру как мы с вами разобрались это самый быстрый путь до хорошего трипа получилось здесь заложил по графике 48 метри очень жесткий фрейм отрочным это 22 демка 21 4 мировой маршал кстати 4 мировой маршал перебил всех поставкам он ставил на меня все свои там какие-то сбережения у них еще раз говорю может если кто-то не в курсе у них просто внутри дискорда есть вот который делает ставки просто за выдуманную валюту как бы не надо настоящий лидировал дан там с 15000 или сколько у него денег он типа на выигрывал и последний раунд дан не ставил думал что он типа засеет не проиграет в любом случае и выиграет ставочный бой четвертый мировой маршал победил это очень классно я очень рад был что дана у дизели потому что он засал тоже очень хорошее прохождение после этого стрима мы еще так лампового посидели в дискорде потом поболтали все я не то что прямо срок болтал вот он проходил комбинировал центр и низ набирает в принципе достаточно много скорости трипл джамп трипл джамп очень хорошей скорости почти не потерял и вот как он решил вот так поступить но там благодаря такому роуту срезал получается часть угла и на рамку не попал а я думал в прошлый раз чё у них случилось почему они почему они здесь остановили я думаю чё он короче здесь написано что там написано там написано короче мы увидим в демках а мне rocket gang написано а rocket gang то у них типа тима такая рафильная что rocket gang типа пушки а рефлексеры очень любят стрейф потому что в онлайне пушки играть нельзя но не то что нельзя невозможно из-за пинга очень сильно пинг влияет на отстрелы на все вот это и типа как разил на rocket gang а это качать заведет жестко я стою сижу тогда в день стрима думать что за фигня rocket gang там что-то написано то ли что-то про мапу в общем мапа кстати называется не реварим если то играл в морвинг тут же прослезился я думаю краксал все рефлексеры ребят очень классные чуваки если кому интересно покупайте рефлексы играйте в рефлекс вместе с ними потому что они реально очень классные чешников вообще нету ну только вот x пришел что там а там рекорд написано там а написано там написано мопер очень много скорости очень много набрал 1500 очень хороший трипл джам получился и вот здесь он очень хорошо повернул и в еще и на рампу попал очень классно далее у нас задумался 18 дымка дженнис так проходил по центру и вот он поворачивал почему-то там возможно чтобы набрать больше скорости не завода он проходил справа здесь очень хорошо сделал трипл джам очень хорошо повернул долетел здесь хорошего жам получился здесь еще под подрежет немножко угол и поворачивает на а.д. нетипичный рефлексер очень хорошая демка просто очень хорош все демки ребята как ни странно они очень круто выглядят цвета они убер круто все выглядят 1600 он здесь набрал хороший трипл джам здесь долетел и к сожалению лучше заложен но получилось у него две рампы он заюзал из-за этого мог перелететь вообще весь угол но скорости было маловато 16 вот проходил через окно делал дабл джамп в том окне из этого мог забраться на самый верх и упасть на рампу и пройти вот по этому пути хороший трипл еще на рампу попал попал умудрился и использовал две рампы завернул сразу на угол как вы видели и это по идее один из самых быстрых робов это у нас ксомотик чувак из ксомотика тоже проходил примерно той же дорожкой и вот он проходил через правую сторону по верху еще грубая минус джампил сразу летел на рампу хотя это было достаточно опасно хороший трипл джамп и проходил вот с левой стороны делая дабл джамп и обходил полностью рампу чтобы не потерять скорость но единственное что у меня научил рефлекс именно с и стрейфом какие-то маневры совершать которые удлиняют твою траекторию и сохраняют скорость в момент когда у тебя есть вариант чуть-чуть ну не чуть-чуть будет просто потерять скорость и срезать траекторию нужно резать траекторию потому что в рефлексе нету снабзон а снабзоны в таком как бы если глобально то это просто зоны которые дают тебе намного больше прирост скорости а по поэтому если к примеру ты можешь и ты фраги удлинить немного свою траекторию приобрести скорость намного большую чем ты мог бы да и за снабзон то в рефлексе из-за того что снабзон нету ты будь я всегда набор скорости он как бы одинаковый поэтому большинстве случаев я не знаю как у меня получил удалось ли у меня донести до вас но большинстве случаев в рефлексе лучше работать на траекторию на ее уменьшение чем меньше траектория тем быстрее у вас это почти во всех случаях алекс юрец за этого прыгал тоже очень хороший дымка но они и все они не смотрят они в принципе не все не смотрят я не знаю может то ты смотрит дональд вот может смотрит он русский знает просто субтитры парень очень занят сейчас и субтитры вряд ли будут так 1600 на трипл джампе очень мало потерял очень хороший трипл джамп получился здесь тоже долетает очень отлично добыл джамп еще получился и очень-очень круто двенадцать место турнера он дел без прыжка он себе менял спейсинг он проходил по верху полу на рампу и здесь тоже по правой стороне и был здесь он что-то в конце очень широко брал не знаю зачем так может побоялся проиграть рек 11 место кит бонз все наши братья все дефраггеры большое им спасибо за то что они присоединились разбавили грустный рефлекс рейс ну до того как мы пришли грустным я думаю что случае если бы допустим бексы я не присоединились то топ был бы но мы сейчас посмотрим мы потом после как после окнаем посмотрим обратимся к лидерборду и посмотрим я чуть сейчас интересно стало очень хорошо хороший тоже road и вот так я десятое место думбру но комбинировал тоже road очень много здесь скорости 1600 почти 1600 вообще на трипл джампе еще на через левую сторону прыгал и здесь что-то хороший дубл джампе получился и очень круто повернул очень классный ммб 34 8 девятое место в риф в москалу рейсер насколько я помню и рейсер в тоже очень хороший роут начинается фрейм отрочный большой 34 7 вам 34 8 9 8 место и миром за это чувак из q2 джампинга 2 рейс там дали как у дворы q2 джампинг каким достаточно получается стандартным роутом прошел неплохой типу джамп почти вообще головой что там зацепил потолок а там можно зацепить потолок головой и заруинить ран очень хорошо здесь повернул делала через рампу и через нет наверх на балку не залетел но просто подрезал себе траекторию но подрезал себе траекторию здесь это очень спорный момент потому что ты на рампе теряешь скорость и она не не особо тебе много дает преимущество 7 место камер очень классно знаю кто это а это по-моему тоже из косы нотик не там братья куала камер и кто-то еще да еще у них это чувак появился буквально вот когда рвц кончился он вроде как пришел вот здесь вот я начал очковать жестко то что я посмотрел на их рауты как угля я все просрал это у них трясется ну и здесь просто поворот 34 так шестое место итак тоже откроет у нас топ 5 очень много скорости у него да жестко очень жестко пятое место пранкстер и лоу бой я вот этот раут он самый быстрый как оказалось и самый популярный да почти тот же самый тайн и четвертое место очевидно кто к лазар как всегда он даже там как будто бы немного расстроился что говорит всегда четвертое место так жаль вот у нас джи роут с минус джампом поверху очень хороший ты был джамп и хорошо повернул и здесь через рампу 32 на пол сейки сразу срезал от пятого места франкстера экстра от шаркости как обычно интересный роут прямо жестко решил трипл жампы возможно у него был расчет на то чтобы там под потолком есть небольшая рампа как бы как керф и он бы я так понимаю он бы хотел об нее еще скорость получить но там об нее не особо полтинник может получить проще не терять скорость средняя демка 36 третье место на это конечно под расстроился очень жестко под расстроился я я я уже с минус джампом естественно через эту дугу проходил тридцать три и ноль второе дональд типа так удивляется жестко а я его спрашивал шутку перед стримом и по счету ты же знаешь кто вы видел кто вы думаете видел да поэтому берем на стриме и я не могу сказать я глядь тоже такой же ролл по идее новый поддекс проходил через правую сторону через правую сторону дает немножко больше преимущества потому что ты можешь по сути раньше выровняться по траектории и и начинать раньше набирать скорость тут 32 не мало на 32 это 2.9 да шутки декса давайте сделаем погромче смотри на номер один игрок это где он будет НМ Репрезент НМ Репрезент НМ Репрезент Вы готовы? Да Молдональд знал конечно знал Молдональд 1680 Трипл Молдональд Не сходится так много, но Немного скорбина В итоге 32.7 Молдональд 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 Да, такие дела ребята Да 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 И посмотрите на секцию На самом деле Вот этот схем Он очень важный Потому что здесь схемы работают Немножко жестче Чем в дефраге И посмотрите на секцию Вот этот скип Он Если я не делаю Вот этот схем То я Падаю четко в воду Четко между Я не долетаю до сюда Если я хочу долететь Абсолютно Мне надо Резать свою скорость Чтобы повернуть сильнее Вот сюда В эту область Я падаю в воду Но Если я делаю этот схем Даже немножко Типа То у меня есть шанс Либо чуть шире взять поворот Смотря как схем получится Либо идти максимально узко Как это возможно При этом набирая скорость все время И при этом у меня сохраняется И траектория И все Но я типа теряю Незначительную Незначительную часть Из-за схема Потому что потом я начинаю Очень много набирать И на этот маленький пилар Я думаю Незначительная часть Незначительная часть То есть Вот я тут Стараюсь нон-стопом Набирать И очень хороший Трипл получился На самом деле Я не добил сотку Как обычно Сотку Две Очень жаль Что я не добил Сотку Но Он Сотку 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 Ну и здесь Еще раз демку посмотрит Всякие благодарности Но я свои благодарности Заранее До результатов Уже выложил В это видео Можете посмотреть Кто не посмотрел Обязательно кстати Ставьте Ставьте лайки И колокольчик тыкать Чтобы никакой видос не пропустить Вот в общем у нас лидерборды Немножко кривенько Почему-то на захвате Как будто они Немножко в стороне Хотя у меня пациент А нет не пациент Ну ладно Вот у нас лидерборды В общем-то Вуди занимает первое место 7-800 очков У него общей сложности У Найта Получается Отрыв Небольшой Ну Относительно Небольшой 130 Грубо говоря очков 126 Мы по-моему считали И И Декс Кстати вот у Декс С Найтом была Абсолютно война Я думаю что в какой-то момент Я не думаю что Декс Прямо типа такой Ну ладно Вуди я не перебью Но Типа хотя бы Найту Надо показать Я думаю что Декс В любом случае Затрачивал на топ-1 И В какой-то момент я думаю ему нужно было Хотя не знаю так с другой стороны Как концентрироваться на найти к примеру Декс мог вполне занять второе место И я мог вполне занять второе место Если бы я там где-то ошибся Или еще что-то Но мы исходим вот из этих результатов Да не из того что могло бы быть Я думаю что Ну 60 очков Вот эти Это не так Существенно И в общем то Но это все еще благодаря ЕЕ системе ЕЕ система Супер система Потому что ЕЕ система позволяет Смотреть не только на занятые места Но и на таймы Которые вы ставите В плане рейсинга Это идеальная система В гонках Хоть где Хоть где Где у нас Миллисекундные таймеры Эта система Очень хорошо подходит В общем то Я хотел Посмотреть Что Было бы Если бы Мы с Дексом И допустим с Торнером Да Если бы в общем Дефрагеры не пришли Как бы у нас Выстроился топ Первое место Занял бы Найк Безусловно Второе место Занял бы Квазар Получается И он бы всегда приходил Получается вторым А не четвертым В итоге он приходил четвертым Всегда И он четвертое место И занял Пятое Занял бы также Вриф Ну и так далее Не будем уж всех Разбирать И здесь Где-то у них Здесь не где-то была Дрочь по очкам Очень Очень Близкие были А вот это по-моему Да Адердемолайт Нет? Где-то были Очень близкие Результаты Я на самом деле Не помню где Пузи ферни Доиграл Ну ладно Да Не знаю Но это не Адриан был По-моему с демолайком В общем В общем Где-то у них была там дрочь Возможно это дрочь была на седьмом раунде Показывали Ну ладно В любом случае всем большое спасибо за поддержку Огромное-огромное всем спасибо Наконец-то я освободился от оков рефлекса Поэтому ждите в скором времени Какие-то видосы по дефрагу Может быть стримы возобновляться И вот это все Все ребят Всем огромное спасибо Ставьте лайки Подписывайтесь И вот это все Самая большая поддержка Самая жесткая мотивация Это ваша подписка и лайк Это реально Я слушал раньше типа всяких Все закончить видос Да не могу Ну ладно 37 минут всего все еще идет Я слушал Всяких Типа грубо говоря Блогеров Которые там Подписывайтесь Лайки лава лава Я думал Ну типа блин Че это же Как-то Не знаю Как-то Как-то неудобно А сейчас я думаю Реально Когда видишь Лайки Когда видишь Что люди Типа там подпис Подписчики Растут Ты мотивируешься Прямо жестко Заряжаешься Хочешь делать снова и снова Какие-то вещи В общем то все Всем спасибо ребят Всем удачи Всем хорошего дня Настроения Вечера И Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok